9 мая вся страна отмечает один из самых важных праздников – 79-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Данью священной памяти и глубокого уважения великому подвигу, беспримерному героизму и самоотверженности ветеранов стал военный парад войск Владивостокского гарнизона, который прошел на главной улице города. Легендарный Т-34, разработанный в 1937 году конструкторским бюро Михаила Кошкина, там в течение всей войны имел абсолютное правосходство в маневренности и приходимости. День Победы – это праздник со слезами на глазах. Это память, которую бережно хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми. В этот день вспоминают те, кто отдал свои жизни во имя Победы. Святейший праздник, можно сказать. Это память о моих родных, погибших, участниках Великой Отечественной войны. В общем, семья наша, родственники испытали все, что пришлось испытать. День Победы – это очень знаменательный день не только в нашей стране, но, я думаю, во всем мире. Это день, когда очень много людей празднует победу над фашизмом. День Победы для меня – это гордость за нашу страну, за наших ветеранов, которые еще остались, за память о тех, кто погиб, кто не вернулся. Вспоминаем дедов своих и очень гордимся родиной своей. Это огромная радость, гордость большая и счастье. Прошло уже 79 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, но россияне до сих пор чтят этот праздник и желают только одного – мирного неба. Поздравляю всех жителей Приморского края с великим праздником для нашего русского народа, днем Победы. Желаю счастья, здоровья, мирного неба над головой. От всей души поздравляю всех Приморцев, весь Дальний Восток с этим великим праздником. Пускай будет мирное небо над головой. Я от души поздравляю, желаю, чтобы всегда было мирное небо над головой и всех было здоровья. Наш долг – помнить, какой ценой далась победа в этой страшной войне. Самое главное, чего хочется пожелать в этот день – это то, за что боролись наши деды – мирного неба. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.